Самая горячая музыкальная премия Жара Music Awards отгремела в Москве. Корреспонденты Москва-Баку посетили красную дорожку и пообщались с номинантами и победителями. На красную дорожку вышли практически все звезды российского шоу-бизнеса. Среди них Григорий Лепс с младшей дочерью Николь, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова с двумя дочками, Ольга Бузова, Севиль, Клава Коком, Лолита, Сергей Лазарев и многие другие. Наряды для премии селебрити в особенности девушки выбрали жаркие под стать ее названию. Звезды отдали предпочтение белому и черному, однако было и немного блеска. Многие певицы оголились. Люся Чуботина похвасталась, что к весне готова и продемонстрировала откровенный топ-корсет в стразах и плоский голый живот. Мне захотелось что-то экстравагантного, потому что все-таки весна. Хочется чего-то летнего, тем более жара это жарко. Сидеть в вечернем платье, париться не особо хочется, поэтому хотелось какой-то летний образ. Ольга Бузова выбрала черное бархатное платье с розой на груди. Она заявила, что черный для нее не вовсе цвет печали, а наоборот он разжигает страсть. Поэтому каждый мой выход, он со смыслом. Но хоть где-то должен быть смысл, согласитесь. Не просто, что так люди пришли, что-то надели. У меня каждый выход имеет очень важный смысл. Черная роза, она символизирует восхищение мудростью и смелостью. Плюс это преданность в любви, в дружбе и символ успеха. Но какой я трудоголик, какая я смелая, вы знаете все. Никогда ничего не бойся, жизнь одна. Фитнес-модель и жена рэпера Джигана Оксана Самолова, кстати, в сети ходят слухи, что в паре случился очередной кризис и девушка дистанцируется от мужа, пришла на премию с подросшими дочками. Оксана выбрала лаконичный брючный костюм, но изюминкой наряда стал мини-топ в стразах. Готовились мы за неделю, да, все втроем. На нас, на всех наши русские дизайнеры. Очень красиво, мы считаем. Да, мне тоже очень нравится. Да, нам очень нравится. По ценам не скажу, не знаю, но в общем, да, вот так. Певица Нюша выбрала наряд зефирки, сочетающийся с ее загорелой кожей. Миди-платье нежно-кремового цвета деликатно подсветило потянутую фигуру мамы двоих детей. Как бы его назвать? Не знаю. Немножко зефира, немножко даже где-то что-то ретро, я не знаю. Как вы сами думаете? Как его можно назвать? Да, да, что-то такое есть. Давние друзья и по слухам парочка Юлия Паршута и Марк Тишман также удивили на красной дорожке. Юлия облачилась в архитектурное платье черного цвета, покрывающее голову, но пикантно обнажающее ее идеальную фигуру. Слышь, ненавижу примерки, и поэтому я считаю, что у меня все должно быть быстро, импульсивно, и тогда это работает. А как Марк выбирал под стать Юлию? Да, абсолютно точно. Я выбирал под стать Юлию. Юля показала мне... Вчера в ночи Марк получил картинку от меня. И я понял, что когда девушка настолько прекрасная, яркая и необычная, то мужчина рядом должен, ну, просто в хорошем смысле быть фоном. Не то, что он должен помернуть рядом с ней, но, ну, как бы в этом есть парность, в этом есть партнерство. На премии было много фрешменов. В основном звезды тиктока и интернета. Егор Шип, Хабиб, братья Гаязовы, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, Туркен Салманова, Мия Бойко. К слову, последнее поиронизировало над своим платьем. Некоторые хейтеры сравнили кремовый наряд девушки с занавеской. Однако Мия не растерялась. Кстати, дуэт азербайджанцев, набирающих популярность в России, Бахтияр Алиева, Бахтим и Туркен получили статуэтку в номинации «Прорыв года». Наконец-то плоды их долгой совместной работы оценили, считают артисты. Я прям очень рада. Меня распирает. Я еле-еле сдерживаюсь, на самом деле. На самом деле классно. Я, не знаю, даже мечтать не мог, что когда-нибудь меня вновь объявят прорывом спустя 10 лет. 10 лет назад такое было. Сергей Лазарев, отметивший 1 апреля 40-летия, также забрал статуэтку «Жары». Однако, по словам артиста, премии это, конечно, приятно, но он хочет уступить дорогу молодому поколению. За свою 20-летнюю карьеру он все премии получил. Особенно Лазарев ценит талант Джонни. Мне очень нравится Мари Гу, мне нравится Ева Власова. Я думаю, что должен обязательно получить Джонни что-то, потому что Джонни как-то обходит премии. Хотя он уже тоже о себе заявил достаточно серьезно. Мне кажется, что лучший певец года этот Джонни должен получить. Правда. Мне кажется, это заслуженно. Как-то его обходит эта номинация. Певица Лолита также получила статуэтку премии. А также Дима Билан, Хабиб, Мари Крамбери, Клава Коком, Анастя и Филипп Киркоров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова